Мифология древних тюрков И начнем урок с теории литературы. Мы уже знаем с вами, что означают понятия славянская мифология, греческая мифология. Познакомимся с определением понятия тюркская мифология. Это совокупность мифологических систем народов, говорящих на тюркских языках. А какие народы мы относим к тюркским? Тюркские народы – это хорошо известные нам современные народы. Турки, азербайджанцы, кыргызы, казахи, уйгуры и так далее. В древности они назывались одним словом – тюрки. Кого же мы относим к тюркским племенам? Как они жили? Кочующие по евразийскому пространству народы всегда ощущали себя единой семьей, потому что имели одну языковую общность. Как и у всех народов, у тюркского народа была своя мифология. Это были воинственные племена. Практически всю свою жизнь они проводили в сражениях. Представление древних тюрках о мироустройстве чем-то напоминает представление древних греков или славян. В основе – дерево. Верхний мир состоит из невидимого и видимого. В невидимом мире обитают небожители, а видимый мир представлен ближним небом, солнце, луна, звезды и радуга. Средний мир заселен людьми. Здесь также находятся животные и духи. Нижний мир тоже состоит из двух частей. Невидимый – здесь обитают злые силы во главе со своим могущественным божеством. А видимый мир представлен всем живым, обитающим в земле, под землей, в воде. Мировое дерево – байтирек. Очень интересна легенда о том, где же оно находится. Байтирек находится на стыке миров. Здесь протекает мировая река, и на ее берегу возвышается дерево жизни. Корнями оно удерживает землю, а короной подпирает небо. Обратите внимание, как миф о мировом древе отразился в ремеслах и архитектуре. Мы с вами видим башни, светильники и национальные орнаменты. Многие из них нашли отражение у народов мира. Как появился мир? Как это ни странно, мир появился из хаоса. Об этом мы читаем в мифах Древней Греции и в мифах древних славян. Теперь посмотрим на значение этого слова. Согласно словарю Ефремовой, хаос – это беспорядочная материя, неорганизованная стихия, зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, из которой, по древним мифологическим представлениям, впоследствии образовалось все существующее. Надо отметить, что слово «хаос» многозначное. Мы с вами его воспринимаем как путаницу, беспорядок. Вы уже поняли, что согласно тюркской мифологии, хаос обозначает некую обожествленную силу. Давайте прочитаем, как об этом сказано в мифе. Появление великого хаоса. Небо давило на землю, и она разверзлась. Великий хаос пришел во Вселенную. Черная буря объяла землю, горы сдвинулись со своих мест, реки вышли из берегов. Небесные светила заметались в беспорядочном кружении. Три года царил хаос. Три года длилась вселенская катастрофа. И как же из хаоса зародилась жизнь на земле? Жизнь на земле породил бог Тенгри. Бог Тенгри, величайший из всех богов, вбил во Вселенную золотой кол. Небо и земля закрепились на своих местах, а золотой кол стал осью мира, вокруг которой держат свой путь луна, солнце, звезды. Конец посоха в центре мира можно увидеть ночью на темном небе. Это полярная звезда. А теперь, ребята, суммируя весь услышанный материал, я вам предлагаю выполнить небольшое задание. Подберите эпитеты к слову «хаос». Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Я, например, подобрала следующие эпитеты. Хаос, великий. Слово «великий» я написала с большой буквы не случайно. Это обожествленная сила. Злой, бессердечный, безжалостный, равнодушный, темный, безграничный. Однако вы не должны забывать о том, что хаос – источник жизни мира. Ребята, мы подобрали с вами эпитеты к слову «хаос». Я их обозначила следующим образом. Если мы пойдем по часовой стрелке, у нас получаются слова «темный», «безграничный», «равнодушный». А если мы пойдем против часовой стрелки, мы увидим характеристику «хаос» – бессердечный, безжалостный. Эти две составляющие являются основными при характеристике хаоса у разных народов мира, которые говорили о создании мира. А теперь давайте посмотрим, как в мифологии древних народов трактовался хаос. Мы с вами сравниваем происхождение мира из хаоса и разберем с вами тюркскую, греческую и славянскую мифологию. О тюркской мифологии мы с вами только что говорили. Хаос свирепствовал. В течение трех лет на Земле царила вселенская катастрофа. В древнегреческой литературе мы с вами видим «безграничный хаос породил весь мир и бессмертных богов». Самое интересное, что в славянской мифологии из хаоса в мир был послан бог-род. А мы с вами акцентировали внимание на том, как важно для человека помнить всю родословную, потому что бог-род, он творец, создавал на Земле порядок. А сейчас проведем сопоставительный анализ. Мы с вами должны ответить на вопрос, кто преобразовал хаос в мифологии славян, древних греков и тюрков. Так, ребята, я думаю, что это задание вам выполнять было очень интересно, потому что вы вновь окунулись в мифологию древних людей. Итак, тюрки, мы только что говорили о том, что бог Тенгри вбил кол во Вселенную, и вокруг этого золотого кола начали вращаться солнце, луна, звезды. Этот золотой кол разделил небо и землю, а верх этого кола был виден далеко-далеко в небе, и люди назвали его полярной звездой. Богиня Земля Гея, дающая жизнь всему живому на Земле. Это в мифологии древних греков. Мы с вами знаем, что Земля Гея породила богов, титанов. Всё, что светилось, всё, что свело, всё, что летало, всё, что населяло огромную Землю, всё это породила богиня Гея. Говорят, согласно древним мифам, что впоследствии она не принимала столь активного участия в жизни Вселенной, она только давала советы. И теперь посмотрим по мифологии древних славян. Кто преобразовал хаос? Хаос преобразовал творец, который разделил весь свет на две части. И эти две части наблюдались в каждой стороне нашей человеческой жизни. Свет и тьма, добро и зло, день и ночь. Именно таким образом разделилась жизнь по представлению древних славян после хаоса. Но, дорогие ребята, мы не должны забывать, что это представление древних людей. Как создавался мир, как жизнь во Вселенной протекала. Это всё отражение сознания древних людей, потому что представления о мире были их действительностью. А теперь давайте познакомимся с пантеоном тюркских богов. Об этом боге мы с вами будем говорить более подробно на следующем уроке. Это бог подземного мира. И жерсу – земля, вода. Всё составляющее, всё живое, всё прекрасное заключено именно здесь, на земле и в воде. На этом наш урок подошёл к концу. Сегодня мы с вами познакомились с тюркской мифологией, поговорили о пантеоне тюркских богов, узнали представление древних тюрков о мироустройстве. Я желаю вам успехов. До новой встречи.